В эфире главный информационный проект Слуцк ТВ. Время новостей. О событиях нашего региона расскажу вам я, Ирина Вечер. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошел митинг-реквием «Сестры Хатыни». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы не рядом, мы вместе. Районную акцию, приуроченную к Международному дню людей с синдромом Дауна, организовал Слуцкий центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 21 марта у городского Дома культуры собралась яркая кампания. Прошел районный флешмоб «Мы не рядом, мы вместе», приуроченный к Международному дню человека с синдромом Дауна. Учащиеся Слуцкого районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, и их родители, педагоги, а также ребята, посещающие отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста территориального центра социального обслуживания населения, школьники, учащиеся Слуцкого государственного индустриального колледжа и Слуцкого государственного колледжа, исполнили жестовую композицию, пообщались. Слуцкого государственного индустриального колледжа ПЕСНЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Человек, иди, человек, мечтай, человек, живи, человек, смотри, человек, ищи, человек, дыши, человек. Вставай, иди, мечтай, живи, смотри, ищи, дыши, человек, живи, человек, смотри, человек, ищи, человек, дыши, человек, люби, человек. Вставай, иди, человек, ищи, человек, ищи, человек, живи, человек, смотри, человек, ищи, человек, дыши, человек, люби, человек, смотри, человек, ищи, человек, дыши, человек, живи, человек, смотри, человек, ищи, человек, дыши, человек, дыши, 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 дыши. Они очень теплые, эмоционально открытые и дружелюбные. С удовольствием дарят окружающим свои улыбки и хорошее настроение. Делитесь и вы позитивом. Студент Минского государственного колледжа искусств Даниил Савеня набрал всего на 2 балла меньше, чем Самир Елчиев, который представит Беларусь на 32-м международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск». Соревнования по судомодельному спорту прошли в Слуцке. Стендовая защита, ходовые состязания и спринджер. Что это и кто забрал кубки в нашем сюжете? Юные любители судомодельного спорта соревновались в Слуцке с 15 по 17 марта. Слуцкое открытое лично командное первенство и первый этап областных соревнований по судомодельному спорту собрали в эти дни спортсменов из Вилейского района, Гродно, Гомеля, Молодечно, Новогрудка и Солигорска и, конечно, Слуцка. Модели судов разных классов судьи оценили по качеству и сложности изготовления на соответствие чертежам. Затем были ходовые соревнования и самое захватывающее зрелище – спринджер-футбол на воде. Итоги подвели 17 марта. Я поздравляю вас всех. Кто победил, кто не победил, тот, значит, набрался большого спортивного опыта. Не все побеждают, к сожалению, потому что это все-таки соревнования. И соревнования были очень плотными и напряженными. Тем более, в сжатые сроки мы не дали вам потренироваться. Как говорят, тренировка у дел слабых, а здесь только самые сильные были люди. Поэтому спасибо вам за участие в соревнованиях. Мы будем ждать вас еще на Слуцкой земле. Команда Слуцка – победитель 32-го Слуцкого открытого лично-командного первенства по судомодельному спорту. Одно первое и четыре третьих места у ребят Виктора Васильевича Потоцкого. На втором и третьем местах – команды из Новогрудка и Гродно. В областных соревнованиях лучший результат у команды Вилейского района. На втором месте – команда из Солигорска. На третьем – из Молодечна. Итак, ваши капитаны на месте. Команды получили свои достойные призы. Принимаем регулярное участие в Слуцких соревнованиях. Очень гостеприимные, интересные соревнования ежегодные проводятся. Дети очень рады, потому что зимой в основном соревнований нету, а вот Слуцк их проводит, и дети с удовольствием сюда приезжают. Область представляется Слуцк, Молодечна, Солигорск, Им и Вилейка. Результат был очень специфический. Все команды набрали одинаковое количество очков, и только уже по количеству высших наград, по первым, вторым определяли победителя. То есть общий результат получился по 12 очков во всех командах. Команды получились, на равном участвовали. И очень сложно было. Соперничество, конечно, очень сильное. Случайне выступили наравне с другими, но по количеству дипломов первой степени не смогли войти в призеры. Завоевали в личных зачетах один диплом первой степени, пять дипломов второй степени, два диплома третьей степени. Для некоторых судомоделистов эти старты были дебютными. Специальный приз вручили самому юному участнику, Ивану Барнатовичу. Меня зовут Барнатович Иван. Я из шестой школы. Учусь во втором классе. Город Слуцк. Сумодельный спорт. Соревнования первые. Нравится. Можно построить свою модель, не покупая за деньги. Не надо там каждый день собирать все своими руками. Они сделаны детальными уже. Интересно так. Каждое соревнование плюс в копилку опыта. Даже если нет победы, не стоит отчаиваться. Слуцкая районная организация «Освод» признана одной из лучших в Минской области. Слуцкий спасательный пост одержал победу в областном смотре конкурсе на лучший спасательный пост Минской области 2022 года. Переходящий вымпел и диплом в Слуцке. А спасатели, конечно, напоминают. Помните о правилах безопасности. Будьте осторожны и предусмотрительны. В преддверии Международного дня театра 25 и 26 марта в Слуцке пройдет 4-й республиканский фестиваль любительского театрального искусства «Театральное скрыжевание» в рамках республиканской акции «Культурная столица Беларуси». В Слуцком городском доме культуры и Слуцком городском дворце молодежи зрители увидят 9 спектаклей. Торжественное открытие фестиваля «Театральное скрыжевание» состоится 25 марта в 11.00 на сцене городского дома культуры. Затем будет показ спектакля «Пинская шляхта. Альбо брутальная история» Народного театра драмы и комедии имени Владислава Голубка Слуцкого городского дома культуры. Вы видели, как Протасовицкий бил Липского? Вы видели, как Протасовицкий бил Липского? Обжалованный Протасовицкий имеет за рожаку платить пошлин 25, 30, 30, и на канцелярию 20 рублей. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А сейчас о спорте. Учащееся отделение плавания Слуцкой специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва победители и призеры чемпионата Минской области по плаванию, который проходил с 15 по 17 марта в Слуцке. Золото у Яна Глушкова в двух видах. Также у наших пловцов пять серебряных наград, в том числе в эстафете и шесть бронзовых. 21 марта в Слуцкой с Дюшор прошли областные соревнования по плаванию среди восьмиклассников. Профессионалов не допустили. На дорожках бассейна Слуцкой специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва 21 марта соревновались юные пловцы Минской области, ранее прошедшие отбор в районных соревнованиях. Я рад вас приветствовать в Слуцке на втором и финальном этапе соревнований по плаванию среди учащихся восьмиклассах, в общем-то, восьмиклассниках школы и среди восьмиклассниках. Я надеюсь, что от пребывания в Слуцке, от участия в соревнованиях у вас останутся только положительные вещества и эмоции. Я уверен, что организация полетели соревнования в результате высокого. Ну, всем желаю, дарить свое лучшее качество, умение достичь высоких результатов. И каждому из вас желаю на победу. Особенность соревнований в том, что участники исключительно пловцы-любители. Учащихся отделений плавания спортшколы не допускали. Приехало около 300 участников. Это 23 района. Каждый район предоставил 10 учащихся, 5 девушек, 5 юношей. Проплывая дистанцию 25 метров, это только восьмые классы. В других районах также будут проходить данный этап, но будут другие классы участвовать. Девятые, десятые, одиннадцатые и седьмые. Лучший результат среди парней 12,38 секунды показал Кирилл Беспалов из колодищ. Среди девушек быстрее всех была Яна Бурко-Щервиня. Ее результат 15,95. Воспитанница Слуцкой специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва Олеся Новикова победительница соревнований по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2006 года рождения и моложе в рамках Олимпийских дней молодежи. Команда Слуцкой с Дюшор заняла третье место. Соревнования проходили с 16 по 18 марта в Борисове. 17 марта сборная команда юношей Слуцкой специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва заняла первое место в первенстве Минской области по гандболу среди юношей и девушек 2010-2011 года рождения. Сборная команда девочек заняла второе место. Соревнования прошли в Слуцке. Спортивный футбольный клуб Слуцк с поражения стартовал в чемпионате Беларуси. В матче со столичным энергетиком БГУ не смогли забить ни одного гола. Хоть 60 минут встречи провели в большинстве. Старт чемпионата Беларуси по футбол среди команд высшей лиги принес Слуцку 0 очков. Мяч от серебряного призера прошлого сезона пропустили один, поэтому прямо сейчас команда Буриновича занимает 12 место. Игру с практически на 100% обновленным энергетиком БГУ в погожий денек 19 марта Слуцк начал довольно бодро. Но потихоньку гости оборот избавили, а на 33-й минуте красивая атака студентов завершилась интересным голом. В остальном в первом тайме можно отметить еще удаление игрока энергетика. Две желтые получил Комара. После перерыва Слуцк встрепенулся. Уже на 46-й минуте Андрей Крень мог бы попасть в створ. Был у молодого полузащитника и еще момент. Увы. Кирилл Бергейчик пытался сравнять счет. Не получилось. Сергей Пушняков выходил практически один в один с вратарем, но внукнулся. Гол, правда, игроки Слуцка забили. Мяч коснулся руки нашего футболиста, посему взятие ворот было не засчитано. К концу матча энергетик мог еще и увеличить преимущество, но счет остался 1-0. Вот такой комментарий дал главный тренер Слуцка Александр Боринович. Болеех мы с футболистом, причем я не могу. Мы не старались, создавались в момент. Значит, на линии тренеров, в нашем тренерском масштабе есть над чем работать. А парням хочу сказать, что я вам огромное спасибо за то, что мы старались перевернуть матч. Дублеры «Энергетика» и Слуцка сыграли в ничью 2-2. Владислав Беляев открыл счет на 12-й минуте, затем дважды пропустили наши ребята. А в добавленное время Сергей Русак сравнял счет. Один балл в копилку и пятое место в турнирной таблице у ребят Игоря Торловского. Следующий матч спортивный футбольный клуб «Слуцк» проведет 2 апреля дома на стадионе Слуцкого государственного колледжа. Приходите поддержать наших! И о погоде. Количество пасмурных дней в Беларуси в 10 раз больше, чем солнечных, подсчитали синоптики. Вот и 23 марта облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,7 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9 градусов, днем плюс 11, плюс 14. 24 марта сохранится пасмурная погода, небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 3,7 м в секунду. Ночью будет плюс 9, плюс 11 градусов, днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 15 градусов. На сегодня это все новости. Смотрите наши сюжеты и выпуски на YouTube-канале Слуцк ТВ. Заходите на наши странички в соцсетях, в Instagram, Telegram, ВКонтакте и Одноклассниках тоже много информации. Делитесь своими новостями, подсказывайте идеи для сюжетов и проектов. Мы рады сотрудничеству. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова